Добрый день, это программа специальное интервью, я ее ведущая Екатерина Забродина и сегодня у нас в гостях глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Виталий Викторович, добрый день. Добрый день. Большое спасибо, что нашли время для нас. Спасибо вам. В последние недели, даже месяцы, Приднестровье вообще попадает постоянно в российские новости, причем громкие новости. Вот последние были связаны с недавними выборами президента России, которые прошли и на территории Приднестровья. И я правильно понимаю, что там было открыто 6 участков и 97% проголосовали за Путина, верно? Больше 97%, да. И для общества, для населения было открыто 6 участков. Всего их было 8, но 2 участка были открыты специально для военнослужащих и членов их семей. Поэтому основные участки это 6. Вообще, вот это голосование, оно привело к дипломатическому скандалу, как мы видим, последние дни он развивается. Сначала в МИД Молдовы был вызван посол России Олег Веснецов, а потом один из дипломатов российских был объявлен персоной нон-грата и высылается из страны за то, что он организовал выборы на территории Приднестровья, как говорят в Кишиневе. Вот. Я хотела вот о чем вас спросить. У России ведь нет дипломатических отношений отдельно с Тирасполем, да? Там даже нет, насколько я правильно понимаю, если нет, вы меня поправите, нет полноценного консульства. Это называется консульское выездное обслуживание. Тогда каким образом можно было провести голосование на территории Приднестровья в правовом поле? Вы знаете, это решение Российской Федерации. Естественно, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы граждане России могли свободно выразить свои воли и изъявления, да, то есть реализовать их права и возможности. В Приднестровье, как известно, проживает порядка 220 тысяч граждан России. Это очень большая такая российская диаспора. Поэтому, конечно, руководство России сделало все для того, чтобы, все возможно, для того, чтобы граждане России, желающие проголосовать, получили на практике такую возможность, и они ее реализовали. Я обращу внимание на то, что впервые, наверное, за много лет, потому что практика открытия российских участков на территории Приднестровья, она многолетняя. Десятками лет происходят электоральные процессы и выборы в Государственную Думу, и выборы президента, и Приднестровцы голосуют. Поэтому и 17 марта не стало исключением, но впервые было открыто такое малое количество участков. Представьте себе, 6 участков и порядка 200 тысяч граждан России, которые желали бы проголосовать. Вот имеется в виду люди, кто имеет правые основания для этого. И у нас уникальная явка, прям, я бы сказал, такая беспрецедентно высокая. На каждом участке проголосовало более 7 тысяч человек. Люди стояли до ночи в длинных очередях. Это такая вот манифест и желание быть услышанным со стороны граждан России, которые живут в Приднестровье. Поэтому считаю, что здесь все абсолютно в рамках легитимных международных принципов и норм. Кстати, по поводу явки, я вот попыталась ее посчитать, да, если 220 тысяч, и вы такие, людей с российскими паспортами живут в Приднестровье, и эту цифру и вы приводите, и МИД России тоже такую приводит цифру, 220 тысяч. На выборы пришли 44 тысячи 800 человек примерно. То есть явка получается чуть больше 20%, верно? На самом деле на выборы пришли порядка 47 тысяч человек. Есть данные открытые, уже официальные. И явка не очень большая по одной простой причине. Она на самом деле очень высокая, потому что эти люди пришли голосовать, пришли к шести участкам, которые были открыты даже не во всех городах Приднестровья. То есть многие люди приезжали просто в Террасполь или в Григориополь или в Бендеры для того, чтобы проголосовать. Представьте себе, что эти участки не способны обеспечить прием всех желающих, понятно, да, поэтому и были очереди. И напомню, что российские выборы проходили с 15 по 17 число три дня, а выборы в Приднестровье были всего лишь один день. Поэтому, конечно же, очевидно, что явка формально может быть не такая высокая, но по факту она просто уникальна. Ну вот, кстати, я видела выкладки о том, что действительно шесть участков, и если учитывать то число людей, которые пришло, они должны были голосовать каждые шесть секунд. Это возможно, в принципе? Я лично стоял в очереди, и уверяю, мы сделали все для того, чтобы действительно люди смогли проявить свою волю. Я не считал секунды, но это было довольно быстро, и не было никаких инцидентов, то есть люди могли часами стоять в очереди, они были очень целеустремленными, я тоже находился среди них, общался, поэтому, да, это возможно. И шесть участков, это, судя по воле российских граждан, это крайне недостаточно. А они могли бы проголосовать и в Кишиневе, например, или нет? Ну, там была такая возможность в посольстве России. В Молдове, насколько я знаю, там порядка двух тысяч человек проголосовал. Люди голосуют там, где ему дом, да, это же очевидно. Ну, это логично. А вы голосовали, вы тоже голосовали, я правильно понимаю? Граждане России голосуют, да. А у вас, если не секрет, у главы МИД Приднестровья сколько гражданств и какие? Потому что многопаспортность, это такая вот, ну, приднестровская история. Ну вот, с учетом спекулятивных очень аспектов, особенно в последнее время, да, я этот вопрос комментировать не буду, но для приднестровцев наличие второго гражданства, это абсолютно легитимно. У нас такая возможность есть, поскольку это дает возможность для путешествия за пределы Приднестрова. Вы знаете, к сожалению, что загранпаспорт Приднестровья гражданство не признается другими государствами, нет возможности выезжать за пределы Приднестрова, поэтому люди определяются так, как им удобно. Кто-то получает гражданство Российской Федерации, кто-то гражданство Молдовы, кто-то Украины. У нас порядка 100 тысяч граждан Украины, есть граждане других государств, Польша, Болгарии, Румынии и так далее. Поэтому тут для Приднестровья это просто вынужденная мера для того, чтобы люди не оказались передерваться. Я знаю, что до пяти паспортов бывает у жителей Приднестровья, Приднестровский, Молдавский. Молдавские паспорта у 95, по-моему, процентов примерно, 90-95 процентов жителей. Российский, румынский, да, болгарский, украинский. Скажите, пожалуйста, по поводу наблюдателей, какие-то международные наблюдатели присутствовали? Вообще, как прозрачность этих выборов подтверждалась? Знаете, я вот, и мое ведомство не вовлекалось непосредственно в организационные вопросы. Это решалось по линии профильных ведомств, по линии циклов. Поэтому тут, я думаю, что, наверное, комментарии с моей стороны будут не совсем корректными. Что касается количества граждан Молдовы, я тоже слышу такие спекуляции о том, что 95 процентов граждан Молдовы. Вы понимаете, что это не так? Не так. Это гораздо меньшее число, но для нас этот вопрос не имеет принципиального значения. Пусть Молдовы считают, что все 100 процентов преднестровцев граждане Молдовы. Самое главное, что они граждане нашей республики. И, имея молдавское гражданство, они живут по закону Приднестровья, они принимают на себя законодательство и легитимность нашего государства. И, соответственно, являются приднестровцами, реализуя свои права и свободы. Поэтому тут тема того, сколько там граждан какой страны находится в Приднестровье, на мой взгляд, никак не влияет на то, что это единый такой многонациональный приднестровский народ. Если заканчивать тему с выборами, то как вы думаете, почему именно на этот раз была такая жесткая реакция властей Молдовы, которые до этого, очевидно, со своей точки зрения считали выборы российские на территории Приднестровья незаконными, почему именно сейчас дошло до высылки дипломата, например, до вызова посла? Это прям хороший такой закономерный вопрос в молдавской стороне, потому что, повторюсь, граждане государства, проживающие на территории другого государства, должны иметь возможность реализовать свои неотъемлемые права и свободы. И, конечно же, любые действия, которые препятствуют этому, не являются, на мой взгляд, ни демократичными, ни конструктивными. Виталий Викторович, давайте тогда перейдем к еще одной теме, тоже громкая тема. В конце февраля о Приднестровье тоже заговорили в связи с тем, что там прошел съезд депутатов всех уровней. Это довольно редкое, ну и такое исключительное событие, и знаковое для Приднестровья. И этот съезд тоже создал интригу, потому что заговорили о том, что возможно, а дело было еще перед посланием президента России федеральному собранию, и параллели с 2022 годом проводились, заговорили о том, что возможно Приднестровье обратится к России с просьбой о включении в свой состав. Этого, как мы видим, не произошло. Почему, скажите, пожалуйста, изначально не было такой задумки или просто передумали? Очень хороший вопрос. Вот задавая мне вопрос, формулируя его, вы сразу отразили важнейшую проблему. Вокруг Приднестровья созданы иллюзии, определенные мифы, и ведется против нас такая гибридная информационная война, когда в инфополе вбрасывается ложная нарратива, как сейчас принято говорить. И вот эта вот кампания по очернению, либо дезинформации, цели и задач, которые ставила перед собой наши парламентарии, наше общество, она была нацелена на то, чтобы как раз сорвать проведение съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля. Естественно, цели были другие, и они отразились в тех документах, которые были приняты, там, в резолюции, в декларации, в тех обращениях, которые по итогам съезда были направлены. Поэтому цели, если коротко обозначить, то Приднестровья сегодня столкнулась с беспрецедентным уровнем нарушений прав и свобод со стороны соседней Молдовы, с беспрецедентным комплексным давлением по всем направлениям, это касается социально-гуманитарного и так далее. Я, наверное, может быть, даже удивлю вас, сообщил о том, что Молдова блокирует поставку в Приднестровье и лекарственных препаратов, и медицинского оборудования, и рентгеноборудования для борьбы с туберкулезом и так далее по абсолютно надуманным политическим предлогам. Молдова единственная страна в мире, которая взимает двойные таможенные платежи, экспортные и импортные сборы. То есть нигде такого нет, это нарушает принципы свободной торговли, включая принципы Евросоюза, к которым так стремятся наши соседние. Поэтому тут комплексное давление, которое действительно создает проблемы, лишает людей возможности нормально жить и развиваться, расти детей. И, конечно, это было основным триггером, который побудило общественность Приднестровья высказать свою позицию, высказать свою волю. И обнаружить единство таких подходов. Потому что, очевидно, давление нацелено на то, чтобы как-то нас запугать, разобщить. Так вот, общество наше как никогда сегодня консолидировано, и решение этого съезда является тому подтверждением. То есть обращаться к России с просьбой о включении республики в ее состав не планировалось? Я правильно поняла? Ну, вы знаете, повторюсь, этот нарратив не наш. Это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла. Понятно. Просто было же уже такое на референдуме 2006 года? Нет, не было. В смысле? Референдум 2006 года был посвящен выбору стратегического пути развития Приднестровья. Там вот 17 сентября 2006 года население Приднестровья высказалось за независимость Приднестровья. Верно. А потом... Зависимое развитие и последующее свободное присоединение к России. Такая формулировка была. Да. То есть последующее присоединение к России тогда звучало? Последующее свободное присоединение – это как опциональная возможность. Понятно. Поэтому я тут... Поняла вас. А на этот раз итогом съезда вы обратились к Москве за дипломатической поддержкой. Это звучит как просьба о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья. Могли бы вы пояснить, что за конкретно, какую дипломатическую поддержку Приднестровье ожидает от Москвы? И от кого защищать нужную республику? Посмотрите. Был подписан целый пакет обращений по итогам съезда. И эти обращения касались не только Российской Федерации, о России мы сейчас поговорим, но и ОБСЕ, и всех других участников международного переговорного формата 5 плюс 2, постоянное совещание, в котором участвуют и Украина, и Европейский союз, Соединенные Штаты Америки. Довольно уникальный по-своему формат. Мы обратились ко всем. Мы обратились также к Европейскому парламенту, обратились к международным организациям в сфере здравоохранения и так далее. То есть круг рецепиентов наших обращений был довольно широк. Что касается обращений к Российской Федерации, тут все очень, на мой взгляд, на поверхности. Россия является, во-первых, гарантом мира и стабильности на берегах Днестрова. Вы знаете, что миротворческая операция, которая действует с 21 июня 2002 года, по настоящее время является уникальным и создает основания для того, чтобы мы вели мирный переговорный процесс, чтобы люди жили спокойно и не опасались никаких конфликтов. Поэтому, конечно, Россия, как миротворец, несет определенную миссию, создает условия для политического диалога. Ну и, кроме того, Россия еще является одним из сопосредников в переговорном процессе 5 плюс 2. Поэтому, конечно же, в рамках этого статуса России мы настаиваем на том, чтобы Российская Федерация проявляла политики, дипломатические подходы, направленные на то, чтобы не допустить разрушения переговорного процесса, который сегодня находится в стадии деградации, как известно. Не допустить усиления мер давления на Приднецово, потому что в рамках нашего переговорного процесса есть документ, он называется «Принципы процедуры», под которым подписались все участники, который запрещает давление на одну из сторон переговорного процесса. То есть то, что сегодня делает Молдова, это нелегитимно ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения комплекса договоренностей в рамках переговорного процесса. Поэтому, конечно же, обращение к России касается политико-дипломатической проактивной позиции, которая должна быть направлена на мирное, стабильное решение всех проблем и нивелирование форм давления. Аналогичные призывы мы также адресовали другим участникам, не только Российской Федерации. Когда вы говорите о давлении на Приднестровье, я бы хотела точно тебе правильно понимать, что в Террасполе говорят о блокаде Приднестровья. Да, это блокадная ограничительная милиция. А в чем они... Дело в том, что у меня есть знакомые тоже в Приднестровье, не скажу, что очень близкие друзья, но реальные люди. Они говорят, что, в общем, продукты есть, все возят, лекарства есть. Действительно, там бывают проблемы с поставками каких-то видов лекарств и медицинского оборудования. Это связано с тем, что Молдова требует, чтобы они были сертифицированы по молдавским стандартам, а Приднестровье с этим не согласно. Ну и кроме того, Молдова ввела таможенные пошлины в отношении приднестровских компаний. Раньше этого не было, и это Приднестровью тоже не нравится. То есть, что именно в этом смысл блокады, о которой вы говорите, состоит. Это так? Ну, это не совсем так. Начнем с того, что, в принципе, наверное, Молдова на протяжении десятилетий реализует в отношении Приднестровой блокадной меры. Наверняка, если вы касались нашего кейса, знаете, что были телефонные войны. У нас, кстати, до сих пор с Молдовой нет телефонной связи прямо. И Молдова не исполнила договоренность в этой части. Так вот, что касается блокады, то, конечно, это комплексное такое давление. Во-первых, банковская финансовая блокада. Представьте себе, что наши экономические агенты не могут открыть счета в банках Молдовы, а они на временной основе зарегистрированы в Молдове, чтобы иметь возможность экспортной и импортной деятельности, торговать со всем миром, включая Евросоюз. Нет счетов, нет возможности выпуска продукции или закупки продукции. Нет такой возможности. Значит, экономический агент не получает сертификат, допустим, Евро-1, сертификат происхождения товара. Соответственно, он должен выплачивать пошлину, которая была введена с 1 ноября полумобильно. То есть банковская финансовая блокада является очень важным таким элементом давления, который, в принципе, не позволяет нормально работать нашим предприятиям. Второй момент. Ряд предприятий – это ведущие заводы, там работает порядка полутора тысяч человек. Это завод-прибор, завод-потенциал, завод-электромаш. Они просто практически остановились из-за того, что Молдовы по политическим мотивам продукцию этих предприятий считают как товары или продукции двойного назначения. То есть десятилетиями эти предприятия торговали, в том числе и со странами Евросоюза, и с Казахстаном, и с другими государствами, в том числе и с ЕАЭС. Но Молдова просто решила, что все товары, которые идут с этих предприятий, надо проверять и пропускать через фильтр специальной комиссии. А комиссии не проводятся. Месяц, два, три комиссии не проходят. А товары ждут. Товары ждут, в том числе и в Европейском Союзе. И, конечно же, никакого отношения к продукции двойного назначения они не имеют. Третий элемент. Наши экономические агенты вынуждены оплачивать экологические сборы, чего раньше тоже много. Это тоже дополнительная нагрузка. Таможенные пошлины, о чем мы говорили. Нигде в мире никто не собирает двойные пошлины, потому что наши предприятия платят наш бюджет. А условия регистрации Молдовы изначально определялись как освобождение наших предприятий от таможенных пошлин, сбора выплатежей. Никакое предприятие, никакой завод не может работать в условиях двойной таможенной нагрузки. Это косвенный налог, бюджет Молдовы. А молдавский бюджет никакого отношения ни к выплате пенсии, зарплат и так далее, преднестровая не имеет. То есть это поборы, которые абсолютно нелегитимны ни с какой точки зрения. Лекарства. Да, действительно, молдавская сторона блокирует поставку порядка 60% лекарств, тех, которых нет в молдавских реестрах. Это лекарства из Индии, допустим, Белоруссии, Украины, Российской Федерации. Те лекарства, которые конкурентны на рынке, они дешевле европейских аналогов, но мы вынуждены покупать лекарства либо в Европе, либо в Молдове, которые дороже. Это проблемно. Но есть вторая часть, которая еще более жесткая, на мой взгляд. Это запрет поставки рентгеноборудования и других технологических запчастей и так далее, цифровых компьютерных томографов и флюороаппаратов. То есть то, что нужно людям, то, что нужно нашим клиникам. Кишинев это делает абсолютно по политическим мотивам, заявляя о том, что, допустим, у нас республиканская клиническая больница нуждается в поставке рентгеноборудования. Молдова говорит, нет, не может быть республиканское в названии, потому что это болдавское государство. И вот на этом основании начинается просто чехарда ограничений, препятствий. И Кишинев просто не пускает рентгеноборудование, закупленное в Европе. Фирма «Сименс», которая контролирует процесс использования этого оборудования, которая очень технологически щепетильно относится к правильности использования его. И понимаете, что это нонсенс для Европы, для тех же наших партнеров в Европе, которые поставляют нам это оборудование, что у Молдовы есть какие-то вопросы. Это абсолютно легитимные процессовые поставки. Они раньше проходили без проблем, но вот в последнее время эти проблемы у нас начались. В прошлом году три месяца отбились о том, чтобы поставить предмистерную трубку для компьютерного томографа. Это небольшая деталь. В итоге Кишинев разрешил куда бедно. Но вот сейчас у нас целый набор проблем, мы не можем поставить на ужин своего оборудования исключительно по политическим мотивам. Это, конечно же, так и следует. Да, вот все то, о чем вы говорите, это действительно проблема серьезная. И действительно все упирается в политический вопрос. Вопрос статуса Приднестровской республики. Как вы считаете, не пора ли... Вы сами упомянули об урегулировании, о том, что вы ждете от России содействия в урегулировании. А не пора ли как-то решить этот вопрос и договориться с Молдовой? И вообще, чего вы ждете от урегулирования? Каких конкретно, вот на выходе чего конкретно? Ну, во-первых, не только от России, а других участников международного формата 5 плюс 2. Это важно, потому что для правильного понимания ситуации. А во-вторых, вы знаете, Приднестровье не ждет ничего. Мы обратились к молдавской стороне еще несколько лет назад с призывом сесть за стол переговоров и обсуждать все проблемы. Вы знаете, что порядка семи обращений было написано лично президентом Приднестрова в адрес руководства Молдовы. Президентом Молдовы были обращения в адрес премьер-министра, руководителя парламента с призывом сесть за столом переговоров и обсуждать все важные вопросы. Вопросы безопасности, вопросы мира, вопросы интересов людей, гуманитарную тему. Любые, другие, которые интересуют обе стороны, мы же не против. Но молдавская сторона отказывается от такого субстантивного диалога, как мы видим. То есть не мы ждем чего-то, мы, наоборот, готовы к переговорам на всех уровнях. Мы настраиваем на то, чтобы проходили переговоры в международном формате 5 плюс 2. Но этот переговорный процесс тоже искусственно блокируется с октября 2019 года по настоящее время. То есть формата 5 плюс 2 нет международного, который мог бы быть таким хорошим механизмом, позволяющим двигаться вперед. И на уровне высшего политического руководства сторон со стороны Молдовы нет желания урегулировать. То есть это не наша проблема, это как раз проблема к наличию политической воли в Кишиневе. И это один из элементов нашего призыва. Призывать международных партнеров повлиять на волдавскую сторону с тем, чтобы они вели диалог цивилизованно, мирно, без мер давления, без репрессивных ограничений. Закон о сепаратизме это тоже элемент запугивания нашего населения. Поэтому в данном случае на самом деле мы открыты к нормальному конструктивному диалогу и окно возможностей, и мы не закрываем. Хотела тогда уточнить все-таки, какой статус в рамках переговоров, по итогам переговоров устроил бы Приднестровье. Потому что сейчас Приднестровье объявило себя не сейчас, а почти 35 лет назад независимой республикой. Молдова с этим не согласна. Готово ли Приднестровье отказаться от этого статуса и, например, войти в состав Молдовы в качестве одного из субъектов условной некой федерации, например, широкой автономии? Вы знаете, предопределять итоги переговоров – это дело неблагодарное. Было много на протяжении 30 лет экспертов, политиков, политологов, которые там рассказывали о каких-то итогах, и в итоге переговорный процесс стагнации находится. Самое главное – это Молдова создала Приднестровье, Молдова создала легитимное основание для существования нашего государства. И это важнейший элемент. Это как раз самое несправедливое, что может быть в контексте урегулирования. То есть Приднестровский конфликт уникален тем, что именно Молдавская сторона в своих основополагающих документах – Декларация о независимости, постановление парламента о нелегитимности создания МССР, Союзной Республики – вывела свою государственность из разрушения. То есть совершив два акта сепаратизма – выйдя из СССР и выйдя из МССР. Заявив о том, что Союзная Республика, где мы временно были вместе, была создана незаконно, но тут же решила ее обратно воссоздать, уже нарушая свое законодательство. Потому что пытаются претендовать на территорию Приднестрова. Этого делать невозможно с точки зрения основ государственности Молдовы. И это то, о чем нам нужно говорить в переговорном процессе. Поэтому с этой точки зрения у Приднестрова есть гиперлегитимные основания для своей независимости. Повторюсь, они напрямую заложены в основополагающих документах Республики Молдова. Это первый момент. А что касается диалога и так далее. Знаете, будущее Приднестровья, настоящее определяет наш народ, воля народа и будущее, тоже должен определять народ Приднестровья. Как он пожелает, так он и будет. К примеру, допустим, формат Гагаузии вас бы устроил или нет? Такая модель. Ну, я даже комментировать эти темы не буду, потому что вы же понимаете, что у нас совершенно другой уровень взаимодействия с молдавской стороной. У нас есть легитимный переговорный процесс. И в рамках этого переговорного процесса мы должны прийти к формуле мирного, цивилизованного, урегулированного. Вот допустим, в декабре 2021 года, вот насколько известно, глава Приднестровья Вадим Красносельский написал письмо Майе Санду, президенту Молдовы. И с предложением договориться, да? А Молдова не ответила на это письмо, хотя это, в общем, была довольно сенсационная история с точки зрения наблюдателей, специалистов по региону. Скажите, тогда Приднестровье было, на каких условиях готова была договариваться и о чем? О каком статусе? О каком-то статусе в составе Молдовы? О чем шла речь? Вы знаете, вот тут опять вы являетесь жертвой определенных инсинуаций вокруг этой темы. Ничего сенсационного в переписке или в общении руководства Молдовы и Приднестровья нет, это нормальная практика. Я напомню, что прошлый президент Молдовы проводил регулярно встречи с нашим президентом. Их было семь встреч официальных, представьте себе, на протяжении ряда лет. Никакой сенсации не было. Поэтому наше обращение касалось того, что я сказал раньше, это намерение сесть за стол переговоров и обсуждать все важные вопросы. Готов Кишинева обсуждать вопросы политического регулирования? Пожалуйста, добро пожаловать, у нас есть о чем поговорить. Не готовы будем обсуждать вопросы гуманитарные, для того, чтобы не издеваться над людьми и не лишать их возможности обеспечивать охрану своего здоровья. То есть широкая опция, но самое главное это делать, вести диалог, вести прямую, честную работу, для того, чтобы не ухудшать ситуацию, не создавать проблемы для людей, а наоборот решать эти проблемы. Чтобы люди видели пользу от переговорного процесса, пользу от политиков, которые спекулируют часто на этой теме. Вот этот призыв касался именно нормального предложения сесть за стол переговоров. Он не касался никак каких-то формул, окончательных моделей и так далее. То есть никакой формулы нет, да, пока, приемлемой для Приднестровья в рамках... На самом деле модели есть. Мировое сообщество знает разные формулы сосуществования или цивилизованного развода государств. Но опять-таки в нынешних условиях пока нет политического диалога. Рассуждают мне эту тему, я считаю, довольно спекулятивным. Но вы с вашим коллегой, вице-премьером Молдовы по интеграции, Олегом Серебряным, встречаетесь, как я понимаю. Конечно, да. У нас была встреча 16 мевая в текущем году, но эти встречи крайне редки. Потому что, как вы знаете, мой коллега не готов решать ни одну проблему. Хотя он является политическим представителем, вице-премьером соседнего государства. Судя по всему, у него нет полномочий. Я трижды уже давал ему на подпись протокольные решения по исключительно гуманитарной теме. Это возвращение детей, которые остались без попечения родителей. Да, вот родственники живут в Молдове или в Приднестровье. Случилась какая-то беда, чтобы деток не отдавать в какие-то патронатные учреждения и так далее. Их можно передать под опеку родственникам. И сделать это максимально просто. Так вот, молдавская сторона даже не готова на уровне моего визаи, не готова даже подписывать такое протокольное решение. И о чем дальше говорить с молдавской стороной, конечно, много вопросов. Но диалог нужно продолжать. Поэтому у нас контакты регулярные, рабочем характере. Есть экспертная рабочая группа, которая профильно работает по разному направлению. Но, к сожалению, коэффициент полезного действия от такой работы пока крайне невысок. Смотрите, Приднестровье остается сейчас единственной непризнанной республикой на постсоветском пространстве. И не признает ее ни одно государство-член ООН, включая главного партнера и союзника, которым считает Приднестровье, это Россия. Россия тоже не признает Приднестровье. Вам вы ждете, что Россия признает Приднестровье? Знаете, самое главное, чтобы приднестровцы признавали свое государство. А как мы уже с вами раньше отметили, и граждане Молдовы, которых 95%, неважно, они все признают это государство, потому что они верят в его будущее. Верят в то, что это государство демократическое, справедливое, способное защитить их интересы даже в этих условиях давления. Поэтому это самое главное. Но вам не обидно, допустим, что Россия до сих пор не признала Приднестровье? Знаете, в дипломате нет такой категории обидно-необидно. Мы работаем над решением всех задач. Это моя обязанность как чиновника, как дипломата и как человека, как Приднестровца. Я хочу счастья, стабильности мира, своему государству. Хочу, чтобы мои дети жили в предсказуемом настоящем, в стабильном будущем. Вот для этого мы и работаем. Молдова взяла курс на вступление в Европейский Союз. Вот, может быть, вы опять скажете, что это такое спекулятивное высказывание. Но вот не выгоднее ли было бы, например, Приднестровью воссоединиться с Молдовой и совместно вступить в Европейский Союз и получить свободу передвижения? Или решить все проблемы, которые сейчас существуют у республики? Отличный вопрос. А что такое воссоединиться? Мы никогда не были в Молдове, не были частью Молдовы. Мы не можем воссоединиться с ней, вы понимаете? Это первое. Второе. Создать МССР, Союзную Республику, нелегитимно с точки зрения молдовского законодательства. То есть такой вариант невозможен, даже с точки зрения закона Молдовы. А теперь про Евросоюз. Вы знаете, что Европа является одним из важных торгово-экономических партнеров Приднестровья. Называются разные цифры. Я вам скажу, что общий товарооборот Приднестровья с Евросоюзом в лучшие времена достигал 30-27%. Сегодня у нас товарооборот из-за ограничительных действий Молдовы упал до 19%. Буквально на 30%, если сравнивать с прошлым периодом, 2020-2021 годом. Как это происходит? То есть сегодня своими действиями молдовская страна дискредитирует Европейский Союз и в глазах нашего населения, и в глазах нашего бизнеса. Очень простой пример, я уже говорил об этом. Мы торгуем с Европейским Союзом в рамках нашей особой джентльменской договоренности. Есть такое соглашение, которое мы достигли с Европейским Союзом внешнеполитической службы еще в конце 2015 года. Мы не брали на себя обязательства те, которые брали на себя обязательства Молдова в рамках DCFTA. Над Приднестровьем нет национальных органов управления в виде Совета по ассоциации. То есть фактически мы не делегировали свои полномочия каким-то европейским структурам. Но тем не менее Европа пошла навстречу, понимая, что нужно создавать условия для жизни людей. И мы торгуем, это выгодно торговлям, мы производим конкурентные товары на европейских рынках. И вот благодаря банковско-финансовой блокаде у нас товарооборот начал падать. А ввиду введения таможенных пошлин наши экономические агенты отказываются от контрактов и от поставок товаров в Европу, которые были подписаны еще в прошлом году, потому что это ограничение было неожиданным. И сегодня для того, чтобы поставить товары в Европу, у них нет возможности работать с банками Молдовы, значит нет возможности легитимно оплачивать продукцию и так далее. И соответственно они не могут получить сертификат европейского происхождения, быть освобожденными от этих пошлин. То есть им надо заплатить за товары, найти еще возможность как это сделать, и еще и заплатить таможенные пошлины 20 или 30%. Представьте себе такую торговлю с Европейским Союзом, там нет экономики. Я видела данные из открытых источников, что как раз 70% товаров из Приднестровья идет, не как там можно подумать было бы в Россию, например, а идет именно в Европейский Союз. Ну это так? Нет, это не совсем так. Я повторюсь, что товарооборот с Европейским Союзом порядка 30%. Может быть в статистике учитывались товары, которые идут еще на украинские рынки, на молдавские рынки, как страны симпатизирующие Европейскому Союзу, может быть. Но нет, конечно, такого большого процента в нашей торговле Европейский Союз не занимает. Это порядка третий, но это очень много. Это важный, стабильный, предсказуемый торговый партнер. И Молдова делает все, чтобы эта торговля с Евросоюзом была сведена на нет. Я не понимаю логики действий молдавской стороны. Поверьте, это иррациональные действия. То есть вместо того, чтобы создавать условия для взаимодействия, создавать зону свободной торговли, снимать барьеры, привлекать бизнес. Ладно, политики у них свои какие-то позиции. Народ, может быть, у нас менталитет традиционный. Но так привлекайте, создавайте равные правила игры для всех. Они этого не делают, а поступают ровным счетом наоборот. То есть дискредитируют Европу и разрушают наши торгово-экономические связи. То есть войти в Европу вместе с Молдовой в составе Молдовы вы бы не хотели? То есть европерспектива для Приднестровья, она вообще существует? Смотрите, я же уже объяснил, европерспектива. Если предприниматель поставлял товары из Европейского Союза, то с 1 января он уже не может это делать. Какая для него европерспектива? У него вообще работу надо искать и кормить своих детей. На завод не пойдет, завод стоит, потому что его тоже запретили поставлять продукцию. Понимаете, да? Насчет европерспективы, повторюсь, Приднестровья адекватно рассматривает любые региональные, транснациональные, экономические союзы. И в этой части отдает должное авторитету влияние Европейского Союза. У нас нет никаких там фобий или против Европы каких-то предубеждений, ни в коем случае, наоборот. Но нам мешают развивать эти отношения. Что касается завтрашнего дня, ну вот народ Молдовы будет там определять или не будет, посмотрим. Народ Приднестровья тоже должен определять, куда ему двигаться, где ему удобнее, где ему интереснее. Это должен определять народ демократическим путем. Допустим, в Молдове, кстати, будет референдум о том, нужно ли вносить в Конституцию поправку, о вступлении в Евросоюз осенью, одновременно с выборами. А вот, допустим, жители Приднестровья с молдавским гражданством поучаствовали бы в таком референдуме? Не могу ответить на этот вопрос. Пока он не организован, механизмов для его проведения нет, оснований правых нет. Поэтому подойдем к тому периоду, когда это все будет происходить, и там посмотрим. Сейчас Приднестровье находится опять в сейсмоопасной зоне, политически, военно-политически, да? Вокруг бушует военный конфликт на Украине. Я правильно понимаю, что Приднестровье поддерживает военную операцию России? Почему вы так считаете? Я спрашиваю вас, если это не так, тогда поправьте меня. Это уже лучше. Раньше вы утверждали какие-то моменты. Я всегда спрашиваю. Приднестровье всегда за мирные, исключительно мирные методы урегулирования любых конфликтов. Об этом говорит руководство Приднестровья. Мы говорим на всех уровнях. Это наша абсолютно четкая прозрачная позиция. Мы исключительно за мирные методы урегулирования. В этой части немирные методы, конечно, это не то, что мы могли бы поддержать. Военные действия идут очень близко от вас. Я понимаю, что эта тема волнует очень приднестровцев. И если почитать каких-нибудь аналитиков в России, на Западе, в Молдове, на Украине, везде Приднестровье фигурирует в качестве возможного плацдарма. Кто-то считает, что Россия сможет использовать Приднестровье для каких-то военных действий, операций против Украины. Кто-то считает, что, наоборот, Украина может, допустим, что-то сделать с Приднестровьем и прорваться, например, к складам с боеприпасами и так далее. Не пугает ли Приднестровье, Приднестровцев вот эта вся ситуация, ситуация неопределенности, в которой оказался регион в нынешней ситуации? Знаете, мне кажется, весь мир находится в ситуации неопределенности. Давайте начнем с этого. И я думаю, что мы долго еще из этой неопределенности будем выходить с большими потерями, если говорить глобально. А Приднестровцев, безусловно, пугают любые такие негативные процессы, особенно у своих границ. Но еще больше нас беспокоят террористические акты, которые были произведены против Приднестровья. Начиная с 2022 года весной, там сбросы с квадрокоптеров по территориям воинских частей, там сгорели автомобили, было обстрелено здание одного из силовых ведомств Приднестровья. И буквально весной уже прошлого года, 2023 года, когда в гостях у Приднестровья была делегация действующего председателя ОБСЕ, министром страны делала Северная Македония, Бояра-Османи, мы, к счастью, смогли установить, предотвратить теракт, жертвами которого могли стать десятки дипломатов. Стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, ваш покорный слуга и так далее. То есть ситуация могла быть крайне, на мой взгляд, просто чудовищной. А что показало расследование? Кто стоял за этим терактом, на ваш взгляд? Ну, это общеизвестное сведение. Мы задерживаемым дали показания и заявили, что они сотрудничали с украинскими спецслужбами. Это, повторюсь, это открытые сведения. Более того, мы пригласили к анализу этой ситуации, к расследованию всех заинтересованных представителей. Да, у нас действует миссия ОБСЕ на территории Молдовы и в Приднестровье тоже. Да, это посредник. Они как раз должны заниматься вопросами региональной безопасности. Мы также обратились к представителям Соединенных Штатов и других государств. Но никто не заявил желания вообще проанализировать ситуацию, связанную с этим ужасным потенциальным терактом. А он ужасен еще потому, что там планировался двойной теракт. Планировалось в центре города, на перекрестке, там где остановки, магазины и так далее, взорвать автомобиль, начиненный взрывчаткой. Мы этот автомобиль тоже обнаружили. И же это могли бы стать десятки людей, детей и так далее. Это просто неимоверное зло, которое могло бы случиться в нашей территории. Поэтому, конечно, вы правы, мы крайне обеспокоены этой ситуацией. Сегодня у нас действует желтый код. Террористические опасности предприняты необходимые механизмы по обеспечению безопасности населения. Но это создает, безусловно, напряжение в обществе. И мы хотели бы, чтобы международные структуры приложили все усилия для того, чтобы не было рецидивов, не было угрозы террористических актов на нашей территории. Но пока есть такие явления, и вот мы находимся в таких обстоятельствах. Приднестровье не опасается быть втянутым в конфликт, военный конфликт, который происходит? Какой-либо из сторон? Ну, что касается подформулировки «втянутой», что вы имеете в виду? Мы никому не угрожаем, ни Молдове, ни Украине, ни США, ни России, естественно. То есть мы не можем быть источником конфликта. Но инциденты, провокации, теракты на нашей территории, диверсии, как недавняя диверсия сажения вертолета, это все то, что происходит. Но такими действиями, конечно же, мы приложим все усилия, чтобы никак мы не были втянуты ни в какие конфликтные ситуации. А что сейчас хотела узнать у вас по поводу российского военного присутствия в Приднестровье, российской военной базы? Я правильно понимаю, что там есть отдельно миротворческий контингент, но он вообще трехсторонний, да, там Молдова, Украина, Россия. И есть отдельно бывшая 14-я армия, это российская группа войск, это еще там примерно полторы тысячи военных. Это так или это не совсем так? Нет, не совсем так. Миротворческая операция действительно трехсторонняя, но там участвуют приднестровские миротворцы, молдавские миротворцы и российские. Также там была группа военных наблюдателей от Украины, ее по решению президента Украины отозвали, хотя мы считаем, что они могли бы продолжать свою работу, никаких препятствий для них нет. Наоборот, всем было бы спокойнее, если бы украинские военнослужащие тоже обеспечили, поддерживали мир в рамках своей компетенции. Ну и, конечно же, содействие такой определенной, геотворческой операции оказывает и ОБСЕ. Поэтому у нас трехсторонний формат, но в работе объединенной контрольной комиссии, это руководящий орган, присутствуют также еще украинские дипломаты и представители ОБСЕ. Вот такой, на мой взгляд, очень хороший, очень эффективный механизм. Что касается российского присутствия, очень много инсинуаций тоже. Знаете, кто-то пытается как-то говорить о военных складах, вооружениях, кто-то говорит о военнослужащих, которые их охраняют, кто-то говорит о миротворцах. На самом деле, это единое целое. Действительно, российские миротворцы обеспечиваются тем контингентом, который находится на территории Приднестрова. Происходит ротация, поэтому какую-то часть времени военнослужащие проводят, охраняя склады, какую-то часть времени они в рамках ротации проводят, выполняя другие задачи, включая обеспечение мира и безопасности на пунктах, там, где находятся миротворцы, в зоне безопасности. Поэтому тут российское присутствие мы рассматриваем исключительно с точки зрения обеспечения мира и безопасности. Это миротворческая операция и охрана оружия и военных складов, которые исторически остались на нашей территории. А сколько вообще, это склад боеприпасов в Колбасне, вы имеете в виду, да? Сколько там вообще тысяч тонн боеприпасов осталось? Есть разные спекуляции о том, что их там уже нет, или они там уже непригодны, скажем так, или они там лежат и интересуют всех соседей ваших? Ну, в итоге десятки тысяч тонн, я точно, наверное, не скажу, потому что не специалист, но они там присутствуют, никуда они не делись и требуют, конечно, что должного ухода и охрану, безусловно. Но они охраняются надежно, эти боеприпасы? Ну, как видим, на протяжении всех этих десятилетий охраняются надежно. Кстати, для вашего понимания, Приднестровье как бы пытается обвинить в том, что мы против того, чтобы вооружения, боеприпасы были выведены, да? А молдавская страна часто спекулирует о том, что надо вывести боеприпасы. Но надо понимать, что такой объем и характер этих боеприпасов не подразумевает, что взять авоську и вынести откуда-то боеприпас куда-то, да? Куда их вывезти? Есть боеприпасы, которые в принципе нетранспортабельны, да? То есть необходимо их утилизировать. Это сложный, комплексный процесс. Необходимо там строить заводы, обеспечивать экологическую безопасность, физическую безопасность. И к этому диалогу была готова российская сторона, мы точно знаем. В 2019 году нас посещал министр обороны Российской Федерации, он посещал Республику Молдову, и как раз инициатива касалась решения проблемы с боеприпасами. Но тогда, насколько я понимаю, молдавская сторона не была готова пойти навстречу, и ВОЗ и ныне там, что называется. Поэтому тут еще один миф надо развенчать. Приднестровье за, естественно, решение этого вопроса. Но на нашей территории такой объем боеприпасов, конечно, это определенные угрозы, несет в себе риски. То есть вы бы даже хотели, чтобы их как-то вывезли куда-то, да? Ну, все, наверное, разумные люди хотели бы избавиться от этой проблемы. Но это нужно делать разумно, а не заниматься спекуляциями. Знаете, как волшебную палочку дать молдавскому политику, он там махнет, и их не станет. Так не бывает. Мы, кстати, пытаемся как-то объяснять молдавским коллегам более серьезно. Они очень иногда живут в своем каком-то странном мире, оторванном от реальности. Что для этого нужно договариваться, для этого нужно решать вопросы, нужны высокие технологии и нужны серьезные финансовые средства. Но без России тоже, я так понимаю, невозможно никуда эти боеприпасы переместить. Иридически это российское имущество. Да, поэтому, соответственно, как бы вопрос-то, наверное, прежде всего к Москве, а не к Кишиневу. Но Москва приезжала с инициативой решить эту проблему в 2019 году, повторюсь, это вообще известный факт. Были официальные встречи, об этом говорилось. Я вас поняла. По поводу военного конфликта, который сейчас происходит у границ, исходит ли какая-то угроза именно от Украины, например, в отношении Приднестровья? Потому что некоторые чиновники украинские говорили о том, что они могли бы посодействовать Кишиневу и там занять Тирасполь в оборонных целях. Это вообще серьезно воспринимают такие заявления в Тирасполе или нет? Вы знаете, мы находимся в состоянии и глобальной информационной войны, и региональной тоже. Очень много вбросов, много информации, отдельные политики, эксперты каждый день что-то заявляют. Если так серьезно анализировать, то можно потерять значительную часть своего здоровья, анализируя эти заявления. Мы же исходим из реалий. Мы находимся в плотном политико-дипломатическом контакте со всеми участниками, включая украинскую сторону. Вы знаете, что буквально с конца прошлого года у нас установились наконец-то регулярные нормальные контакты с уполномоченным представителем Украины в перегорном процессе, полным роговеем, который у нас уже дважды был в гостях. И мы все проблемные моменты обсуждаем именно на этом уровне. Это уполномоченное лицо, которое абсолютно уполномочено, скажем так, обсуждать вопросы мирного диалога, политического регулирования и так далее. Поэтому в данном случае мы исходим из тех сведений, из той позиции, которая идет по этому каналу коммуникации. То есть мы оставляем украинским экспертам или молдавским пространство для маневров, пусть они говорят, что угодно. Реальность, она отличается от их желаний или фантазии. Но самый главный момент, о котором тоже нужно знать. После февраля 2022 года на территорию Приднестровья, через территорию Приднестровья транзитом, проехало более 200 тысяч граждан Украины. Они все были зарегистрированы у нас и так далее. Повторюсь, буквально 25 или 26 февраля Украина закрыла все пункты пропуска на территорию Приднестровья, полностью закрыла с нами границу. Но украинцы все равно приехали на территорию Приднестровья, там получили первую помощь, там были центры размещения, гостиницы, специальные центры и так далее. Многие из них, большинство уехало, но порядка 40 тысяч граждан Украины сегодня живут здесь у нас. И дети ходят в наши школы, детские сады. У нас есть украинские учебные заведения, украинские лицеи. Украинский язык тоже является одним из трех официальных языков Приднестровья. То есть эти люди за этот период вполне себе социализировались в нашем обществе. Кстати, вы знаете, что у нас в информационной сетке вещания полностью присутствуют и российские, и украинские телеканалы. У нас ничего не запрещено. Можно включить любой телеканал, посмотреть, сделать свои выводы. И то, что у нас в обществе есть определенная стабильность и гармония, это означает, что люди, которые здесь живут, они, во-первых, ценят мир, и, во-вторых, наверное, они весьма мудрые люди. Они понимают какие-то приоритетные вещи и не поддаются каким-то эмоциям, потому что у нас нет конфликта между украинцами, россиянами и так далее. Это еще раз подтверждает, что они находятся в рамках нашего единого многонационального преднестровского народа. Общество, которое уважает языки, культуру, традиции, святочки, и не нарушает права других людей. У нас не запрещено пользоваться украинским языком и так далее. Если вы мне напишите письмо на украинском, я вам тоже отвечу на украинском языке. Но я, к сожалению, не знаю украинского, поэтому не напишу. Можете на молдавском языке сделать? И молдавского, к сожалению, не знаю. Могу по-немецки вам написать. Тогда на английском. Хорошо. Есть такой не очень серьезный вопрос, но он экономический. Вот знатоки алкоголя находят в московских магазинах преднестровский коньяк «Квинт». Это же терраспольское производство, да? Да, да, это наш завод. А как он попадает сейчас в Россию? Вы знаете, вот продукция… И другая продукция, ну, вообще, да. И можно найти продукцию наших заводов из Соединенных Штатов Америки, кстати, это тоже вполне возможно. Наши экономические агенты имеют временную регистрацию в Республике Молдова. Наша продукция, к сожалению, в силу неурегулированности и других проблем, маркируется как молдавская продукция. И, соответственно, она поступает на рынки сбыта по всему миру. Повторюсь, есть определенный рынок сбыта и на территории России. Вот. Не знаю, как сейчас с логистикой данного предприятия, потому что она, очевидно, затруднена. Вот. Но, конечно же, наша продукция попадает и в Российскую Федерацию, и в Европу, и дальше. Вот. В азиатские государства. Мы, кстати, не только коньяками торгуем, у нас очень широкая номенклатура продукции. Можно встретить нашу чёрную икру, которую мы производим. Чёрная икру. Вот. И в Саудовской городе, и не только, и в Европе тоже. Которые тоже пользуются успехом и спросом. Вот. Поэтому у нас есть очень много уникальных, высокотехнологичных производств, которые составляют наш золотой фонд, наш потенциал. И мы этим гордимся. И не хотим, чтобы никто нам мешал, не мешал развивать нашу экономику и нормально жить, расти своих детей. Если что, это не была реклама коньяка. Я просто... Во-первых, люди интересовались. И потом, действительно, интересно, если вы говорите, что все границы закрыты, то каким образом просто действительно попадают продукции на внешние рынки? Я поэтому спрашивала. Сейчас логистика затруднена. Я с вами абсолютно согласен. Я, честно говоря, не знаю, как в Российскую Федерацию возможно ли через Европейский Союз поставка товаров. Насколько я понимаю, сейчас это сложно сделать. У меня такой ещё есть вопрос к вам. Если посмотреть официальную символику Приднестровья, Приднестровской Республики, то это, наверное, последнее место вообще на постсоветском пространстве, где серп и молот остался в официальной символике. Вы не думаете как-то немножко модернизировать её в всё-таки 21 век на дворе и уже выросло целое поколение, которое не застало Советского Союза? Почему вообще такая символика, она остаётся всё ещё у Приднестровцев? Ну, давайте так. Если говорить серьёзно, то это просто дань традиции уважения, это признак того, что Приднестровье является правоприемником, одним из правоприемников НССР. Мы были государством, которое возникло в составе Советского Союза, а потом к нам присоединяли Бессарабию, которая сегодня считается Молдовой. Мы не, это непонятно. Поэтому, когда на заре, когда молдавская сторона создала легитимное основание, говорит, мы всём СССР незаконно, Приднестровцы делаете, что хотите, мы идём там в Румынию и так далее, мы создаём Молдову. Так вот, для того, чтобы подчеркнуть нашу правоприемственность государственности, основатели нашего государства решили сохранить вот это вот символик. А сейчас, когда уже выросли поколения, которые не знают Советского Союза, вы знаете, у нас очень серьёзная туристическая отрасль активизировалась. Вот, к сожалению, пандемия помешала, и теперь вот проблемы с российско-украинскими отношениями, но с точки зрения туристической привлекательности как раз эта символика, она как раз вызывает большой интерес и у туристов из Европейского Союза, и из Китая, и из других государств, из Соединённых Штатов Америки. Это такой своеобразный, ну, определённый бренд уже в Приднестровье в известной степени. Поэтому мы точно считаем, что сносить памятники, менять символику и так далее, это не самое актуальное, не самое важное, но нужно. Более того, мы ценим нашу историю. Она разная. Там были светлые моменты, тёмные моменты. Кстати, скажу, что в Приднестровье, наверное, в единственном государстве на постсоветском пространстве есть музей Холокоста, есть музей не только Холокоста, но и репрессий, которые были в конце 30-х годов. То есть мы обнаружили, эксгумировали тела десятка десятков и тысяч убитых, невинно убитых людей, многих восстановили поимённо. И вот мы эту тоже часть своей истории тоже принимаем. Мы должны открыто показывать нашему подрастающему поколению какие возможны варианты, какие возможны ошибки и чего можно делать, а чего делать не нужно. Поэтому к истории мы относимся крайне уложительно. И символика здесь является одним из элементов в этом ряду тоже. Я вас поняла. Наверное, последний вопрос я вам задам, всё-таки подводящий итоги о политическом будущем Приднестровья. И вообще, когда в Молдове молдавские власти говорят о том, что реинтеграция с Приднестровьем не предполагает силового сценария, это исключено. У вас есть основания доверять этим заявлениям или там не доверять им? Как вообще вы видите политическое будущее Приднестровья? Хороший такой многослойный вопрос. Знаете, что за прошлый год Молдова провела 18 учений с контингентами стран НАТО. 18. Посчитайте, сколько учений в месяц они проводили. Это по конституции нейтрального государства. Да? Но Молдова с 2006 года подписала комплексный документ по сотрудничеству с НАТО, так называемый ИПАП. И этот стратегический документ с взаимодействием Молдова с НАТО модифицируется, трансформируется, переподписывается. Ну, Россия тоже сотрудничала с НАТО, были такие времена, это извините за ремонт. Вопросом нет. 18 учений для нейтрального государства, у которого, кстати, Молдова юридически находится в состоянии конфликта с Приднестровьем. Это механизм урегулирования, он носит международный характер. Там участвуют, повторюсь еще раз, международные акторы. То есть, у государства неурегулированные конфликты, она занимается модернизацией армии. Европейский фонд мира поставляет оружие и дает деньги на вооружение. Ну, вот это реальность современного мира. И, конечно, нас это беспокоит, безусловно. Каждого нормального человека это не может не беспокоить. Мы этот фактор учитываем. Мы спрашиваем молдавских коллег, зачем вы это делаете? Что это вам даст? Мы вам не угрожаем. Вы хотите угрожать нам, но это неразумно, потому что есть мировоззрительная операция, вы с ней согласны юридически, есть подписанные документы и так далее. То есть, зачем это делать? Конечно, много спекуляций, инсинуаций. Я считаю, что бряться не оружием это очень плохие подходы, плохие методы, которые ни к чему хорошему не приведут. Что касается доверия или недоверия, знаете, вопросы веры — это религиозное такое измерение. В нашей работе мы опираемся на факты. Так вот, факты говорят о том, что молдава на протяжении 33 лет и больше действует недобросовестно по отношению к Приднестровью. И, конечно же, мы смотрим по делам, по делам, чтобы не допустить каких-то негативных потом последствий для себя. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. А что касается будущего, я хочу стабильного, предсказуемого будущего для своего государства, себя, своих детей и так далее. Я хочу, чтобы права и свободы приднестровцев, наша идентичность приднестровского народа, который сотни лет, на самом деле, на этой территории живёт очень такой спаянный, такой вот многонациональный коллектив, чтобы эта идентичность имела возможности для развития, для сохранения. Мы против попыток запретить какой-то язык или навязать какой-то язык, навязать культуру и так далее, то, что происходит в соседней Молдове. Поэтому я за то будущее, которое в полной мере обеспечит наши права, свободы и нашу идентичность. Но оно может быть в рамках реинтеграции с Молдовой? Это прям последний вопрос, вот просто, чтобы понять. Вы не исключаете такое? Этот вопрос мы повесим в воздухе, потому что если вы пересмотрите наше с вами интервью, вы сами дадите на этот вопрос. Хорошо, хорошо. Виталий Викторович, я вас благодарю за то, что вы нашли время ответить на наши вопросы многочисленные. Спасибо большое. Спасибо за интересный вопрос. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Это была программа «Специальное интервью». Её провела я, Екатерина Забродина. И сегодня у нас в гостях, напомню, был глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на YouTube и телеграм-канал RTVI. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...